Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш текст, проблема, которую вы описываете, довольно, достаточно серьезная, вот, и мне бы хотелось рассмотреть ее детально, настолько, насколько это возможно. Значит, вы пишите, с мамой мы всегда были лучшими подругами, и здесь, Елена, у вас первое заблуждение относительно взаимодействия с мамой, а именно, родители никогда не могут быть лучшими друзьями со своими детьми, никогда. Дело в том, что ваша мама была с вами, как вы говорите, лучшей подругой только по вашему восприятию, скорее всего. Но для нее, ваша, так называемая, дружба была, скорее всего, средством, средством для получения того, что нужно ей. То есть, я, конечно, не знаю, что именно, да, я не могу сказать, не могу сказать, сказать, так вот, что именно ей нужно, от вас, например, было. Но могу сказать, что, по опыту могу сказать, что родители, как правило, часто даже сами того не осознавая, ну вот, используют своих детей для реализации. Для реализации, для получения какого-то результата, эффекта, именно для себя. Вот. То есть, здесь, я надеюсь, понятно, да, что лучшими друзьями, лучшими подругами вы со своей мамой быть не могли никак. То, что вы с ней оладили какое-то время, да, и то, что вы с ней были близки, это хорошо. Но мама, это все-таки именно мама, это родитель, но не подруга. И то, что вы относились к ней, как, как к подруге, это, скорее, ваше особенность восприятия не нелечим мамину. Потому что, ну, мама-то она могла, понятное дело, понятное дело, что она могла предложить вам быть, значит, подругами. Она могла вести себя так, как подруга ваша. Но то, что она для вас такой была, это, конечно, весьма-весьма показательный. То есть, здесь вопрос, в первую очередь, связан с тем, как у вас обстоят дела с социальной реализацией, да, то есть, есть ли у вас друзья, есть ли у вас действительные подруги и так далее, вот. То есть, эту дружбу с вашей мамой нужно исследовать, чтобы понять, что эта форма отношений из себя представляла в действительности. Далее, вы пишите, потом, резко, лет назад, начала отдаляться от меня. Ну, как вы, я надеюсь, понимаете, ни одно отдаление не может произойти без причин. То есть, если мама начала отдаляться, значит, у этого есть какие-то основания, ну, по крайней мере, для неё есть какие-то основания. И то, что вы не знаете этих оснований, это не означает, что их нет. Поэтому, здесь варианты такие-такие. Скорее всего, ну, то, что я вижу, да, маме очень не понравилось, что вы выбрали свой путь. То есть, я не знаю, может быть, это связано с тем, что вы вышли зам, замуж. Кстати, сколько мы их смучим вместе, не 5 лет, случайно, да? И что с вами конкретно происходило в момент, когда вы заметили её отдаление от вас? То есть, какой этап жизни вы переживали. Вот. Значит, либо ваша мама не одобрил, ваша мама не устроила ваш выбор пути жизненного, либо ей не понравилось то, что вы по факту в чём-то её превзошли. То есть, она считает, так, она считает, что вы её в чём-то превзошли. Она считает, что она вам не равня. То есть, она считает себя хуже вас. И считает, что вам она не нужна. То есть, смотрите, по сути её отстранение, это обесценивание. Это обесценивание себя, себя самой по факту. Вот. И это говорит о её неуверенности в себе, которая, скорее всего, всегда была. Всегда. На протяжении всей её жизни эта неуверенность, скорее всего, в её жизни была. Я, конечно, не берусь утверждать это наверняка. Но, как правило, родители отдаляются вот по этим причинам. То есть, пока ребёнок, например, был, допустим, один, или пока у ребёнка не было, по мнению родителя, занятий каких-то адекватных. Вот. Родитель, вообще, активно участвует в жизни. Как только появляется замена какая-то, вот, то, ещё раз повторю, неуверенный в себе родитель, вот, и начинает действовать, действовать. Примерно так, как ведёт себя ваша мама. Но, ещё раз повторю, детально, более конкретно можно ответить на ваш вопрос, только если разобрать то, что с вами происходило вот в то время, когда, ну, она начала отдаляться от вас. Вот. Потому что, ну, вот, так это просто предположение. Да? А, дальше, значит, ага, далее вы пишите, любой мой вопрос о её жизни, о том, как она поживает, вызывает бурю негативных эмоций. Что, в общем-то, говорит о том, что ваша мама от чего-то активно защищается. То есть, негатив, агрессия, ну, буря негативных эмоций, это защита. Защита актуальна только тогда, когда есть, грубо говоря, что защищать. А защищать, эээ, как правило, люди стремятся, эээ, то, а, значит, в чём они не уверены. Вот. И я полагаю, что вот именно это, именно это и является основной причиной, по которой ваша мама вот так себя стала вести. То есть, она стала чувствовать себя, эээ, уязвимой. Она стала чувствовать себя в невыгодной позиции с вами, вот. Ну, ну, вообще-то говоря, вообще-то говоря, если, если быть, эээ, до конца честным, то в случае, когда, эээ, пытаешься, например, эээ, быть, эээ, на равных, эээ, своим, ээээ, ребёнком, допустим, да? Вот. А, когда ребёнок тебя превосходит в чём-то, а это, в общем, эээ, вполне нормально, вполне нормально и естественно, да? Вот. Что возникает такое вот, эээ, такое ощущение, что ты от него, как бы, эээ, безнадёжно отстаёшь. Вот. Что, в общем-то, и произошло с вашей мамой. То есть, ваша мама, она изначально, видимо, была не удовлетворена своей позиции, эээ, по отношению к эээ, ну, по, эээ, по своей позиции в жизни. Вот. Как я думаю, это, конечно, эээ, только, эээ, из области, эээ, предположений, пока. Потому что, как я уже сказал, эээ, что это нужно исследовать обязательно. Вот. Дальше идём. Эээ, так. Ну, вопрос, как дела? Всего один ответ. Нормально, мысль, эээ, быстрая смена темы, темы разговоров. Ну, смотрите, эээ, значит, я, эээ, безусловно, не знаю, эээ, куда вы, эээ, уехали, да? То есть, в какую страну вы уехали? Эээ, безусловно, я не знаю, кто ваш муж, да? То есть, ну, какой он человек. Но! Я знаю точно, эээ, что ваша мама, эээ, считает, что у вас, эээ, жизнь, эээ, ну, как бы, как бы это сказать, более насыщенная, чем у неё. Как бы это нелепо, глупо, печально, может быть, не звучало. Но так считает ваша мама. Скорее, скорее всего, скорее всего, она так считает. Вот. И из-за этого, из-за этого, эээ, рассказывать вам что-то о себе, о том, что происходит с её жизнью, эээ, вашей маме, ну, скорее всего, кажется очень пустым, смешным, глупым и так далее. Потому что она находится, ну, по сути, по сути, эээ, во власти своих каких-то, эээ, комплексов, эээ, во власти своих, эээ, установок своих, эээ, стереотипов и так далее. То есть, как только вы, эээ, перешли, определенную планку, да, как только вы, эээ, вышли на, эээ, определенный уровень, и ваша мама, эээ, не пожелав, не пожелав, эээ, тянуться за вами, не пожелав тянуться за вами и не пожелав, эээ, оставаться позади. Ээээ, решила вот, значит, ээээ, ну, решила она остаться, эээээ, ну, как бы, как бы в стороне от того, что с вами происходит. То есть, это ее элемент защиты. Я не интересуюсь тем, что происходит в своей жизни, я не чувствую себя из-за этого хуже, и тем самым чувствую себя, эээ, таким образом, лучше, качественнее, ну, и так далее, и так далее. Понятно, надеюсь. Так, эээ, при этом она не только не позволяет ничего узнать о ее жизни, но и не интересуется моей. Ну, эээ, как вы, наверное, уже, эээ, поняли из моего ответа, да, эээ, я надеюсь, что основной причиной, эээ, ее такого поведения, как раз таки, эээ, стало именно, именно то, основной причиной ее поведения стало именно то, что она, эээ, не захотела, интересоваться вашей жизнью, именно потому, что это, эээ, ваша жизнь, эээ, стала причинять ей, эээ, негатив, стала причинять ей, ну, не знаю, ну, может быть, эээ, боль, может быть, ээээ, какие-то еще, ээээ, насчет чувства и так далее. То есть, то есть, ээээ, это как раз таки, нормально, что она, эээээ, ну, что, не проявляет интерес к вашей жизни. В этом и заключается суть того, что она, ээээ, делает. Ага, так. Оно словно внезапно, ээээ, превратилось не в мою маму, а в какую-то чужую женщину, холодную и равнодушную. Ну, вот здесь уже, ээээ, у вас, ээээ, 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 ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Я сама. Чего я сама хочу от своей мамы? Как я хочу, чтобы она себя вела? Для чего мне, например, нужно это? Ну вот, чтобы она себя вела так. Как я себя чувствую, если она не ведёт себя так, как я хочу? То есть вам, как взрослому человеку, нужно взять на себя ответственность сейчас за свои чувства, за свои желания. Вот. И мама это мама, а вы, по сути, уже почти мама, главное не заботиться о себе и о своём ребёнке. Потому что если вы будете жить в стрессе, и если вы будете зависеть, например, эмоционально от своей мамы, да, ну, я полагаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. И вы будете в итоге страдать, как вы правильно заметили, да, и, собственно, ваш ребёнок тоже. И если вы взрослый, а вы, в принципе, можете там что-то, ну, что-то вытерпеть, да, чем-то поскупиться, поступиться, что-то потерпеть, где-то что-то потерпеть, вот. То понятно, что вашему ребёнку будет, будет или может быть нанесён очень серьёзный вред. Вот. Дальше идём. Когда жили с мужем в другой стране, она могла не отмечать на телефонные звонки, отмечать телефон, кидать трубку, а потом спустя несколько дней объявлялась, сообщала, да, не хотела разговаривать, что непонятно. А она должна была? То есть вопрос, который меня здесь интересует, звучит скорее так. Вы сами, скажем так, с какой целью, ну вот, с какой целью вы обращаетесь к маме, к маме своей? То есть вы к своей маме обращаетесь, ага, чтобы что? Чтобы ей что-то дать или чтобы получить что-то для себя? То есть вы звоните маме и так далее, для чего? Если вы пытаетесь удовлетворить свои какие-то желания, да, то, к сожалению, мама ваша, она, боюсь, для этого не подходит. То есть нельзя за счёт близкого человека удовлетворять свои потребности. Это неправильно. Вот. Точнее, даже не то, чтобы неправильно, это деструктивно. То есть вы ничего не добьётесь подобным образом. Вот. Вы, конечно, вы, конечно, можете, вы, конечно, можете, вы, конечно, можете, вы можете, там, что-то делать, ну, для этого. Вот. Но, по сути, результата никакого не будет, как вы уже могли, наверное, заметить. Да. Дальше идём. Так. Сейчас я приехал на время беременности в России, чтобы здесь временно живу у мамы. Обстроил себе комнату на ближайшие месяцы. Так. Ну, здесь сразу хотелось бы сказать следующее. Ваша, зная такое отношение к маме, да, э, такое отношение к вам, простите, зная такое отношение к вам, вашей мамы, и желая рожать в России, да, то есть, ну, направляясь в Россию и направляясь в дом вашей мамы, да, вот. Вот. Эм, чего вы ожидали, по сути? То есть, э, вы ожидали чего? Того, что она, э, э, встретит, встретит вас с распростёртыми объятиями? Того, что она забудет моментально, моментально все ваши какие-то проблемы, ссоры, конфликты? То есть, чего, чего вы ожидали, на что вы рассчитывали? Чем это было продиктовано? Понимаете? Вот. Вот это важно. Это важный момент, если вы хотите, э, разобраться в ситуации. Понимаете? Вот. Потому что, ну, ну, вот, э, то, что я вижу пока, э, 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 это, э, э, Определённого рода ожидания, да, определённого рода желания, которые, в общем-то, вы хотите удовлетворить только одним путём, да, то бишь через взаимодействие с мамой. Значит, после родов уезжай обратно к мужу. Ну, смотрите, скорее всего, скорее всего, я опять же, опять же, я в этом не уверен, да, но, скорее всего, ваша мама знает, что вы после родов уедете обратно к мужу. Вот, она это знает, она чувствует, что вы ей не принадлежите, вот, и вполне возможно, что именно по этой причине она ведёт себя с вами, с вами, вот именно так, как ведёт. Хотя, безусловно, могут быть и совсем иные варианты. Но то, что она пьёт, да, то, что она выпивает, именно вот выпивает, да, это, конечно, самый явный показатель того, что, ну, не всё в порядке у вашей мамы. Вот, и с самооценкой, и с восприятием себя. Вот, вопрос, конечно, загружается в дом. Понимаете ли вы это? Даёте ли вы отсчёт себе в том, что такая ситуация происходит и такой, например, конфликт имеет место быть? Вот, то есть, что маме нужно либо помочь раскрыться как-то самой, чтобы она почувствовала себя, ну, по-другому, да? Либо постоянно дотаскивать её, как бы, дотаскивать её до, ну, до своего уровня. То есть, вот тут, вот, тут только, тут только такие могут быть варианты. Либо просто принять её позицию, да, и просто пользоваться квартирой, в которой вы живёте, и всё. Вот. Дальше, эм, так, в итоге, эм, так. Кто бы сказать, мама сама хотела, чтобы я жила у неё. Я верю вам в том, что она этого хотела, вот, верю. Но, эм, важно понимать, да, что вы, эм, всё-таки, вы всё-таки, эм, ну, делайте, эм, то, что делается, да, эм, в первую очередь для себя, а не для неё. Вот. То есть, то есть, если вы, эм, решили, например, эм, ну, у мамы жить, если вы решили, эм, приехать, да, в Россию. Вот. То вы это делаете для, эм, себя. Потому что, ну, например, вы считаете, что, так, правильно. И неважно, что там хотела ваша мама, не хотела ваша мама. В смысле, это получается, знаете, такая, эээ, взаимно претензионная форма, эээ, на-нассот, поведения, поведения. Вот. Что, эм, ни в коем случае не может быть, эээ, чем-то качественным, да, полезным, конструктивным, там, и так далее. Вот. Надеюсь, что это я до вас, эээ, донести смог. Эээ, дальше идем. Кхм, 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 в итоге, эээ, что мы имеем? Эээ, реакция на мою беременность, а, понятно, и все, больше ничего. Ну, чувствуется вот здесь у вас, эээ, ожидание. Чувствуется, что вы, эээ, ждете от нее, эээ, какой-то, эээ, реакции. Эээ, чувствуется, что вы ждете от нее, эээ, эээ, какой-то, обратной связи. Вот. И это, конечно, эээ, вам, эээ, ну, достаточно сильно, эээ, вмещает. В том плане, что, эээ, вы не чувствуете себя, эээ, свободным. Из-за этого. По этой причине. Вот. Сейчас вам обидно. Вам обидно. Но, вы поймите, что, эээм, как, взрослый человек, эээ, взрослый и тот, который собирается взять ответственность за ребёнка, ложь, да, вам нужно всё-таки отграничивать свои чувства, да, обида, вот это всё, от всего остального. Если мама так себя ведёт, значит она по-другому не может. Это значит, что таков её выбор, и если таков её выбор, и если иначе она не в силах, да, действовать, ну вот, значит вам ничего не остаётся, кроме как принять её в позицию и, собственно, всё. Просто принято принять, если вы её любите, если вы, ну вот, действительно заботитесь о ней, если она действительно вас волнует. Вот. Дальше идём. Так, значит, не советов, не вопросов, а должно быть, если я изриско заглядываю в комнату поболтать и попить чайку вместе, то она говорит, я бы продолжал с тобой, то вот спать хочется, после чего начинает обзванивать всех подруг и часами висеть на телефоне. На мой взгляд, то, что она делает, это избегает, опять же, взаимодействия с вами, которое ей по ряду причин неприятно и тяжело. Именно тяжело, я думаю. Дело в том, как она чувствует себя с вами, дело в том, как она, как она воспринимает себя на фоне вас. Вот. То есть вот вам здесь надо бы задать себе вопрос такой, а я для чего к ней вот захожу попить чайку и поболтать? Я для чего это делаю? Я что хочу? Вот что я хочу? Ну, что я хочу, например, через это, допустим, получить или что я хочу этим добиться? Да, вот. Такой, такой, примерно, вопрос вам нужно себе задать. Вот. Понимаете, если вы не будете делать того, что вызывает у вас какие-либо ожидания, да, то есть вот вы делаете что-то и вы делаете это просто для человека, а для себя, если вы хотите для себя что-то сделать просто, сделаете для себя и всё. Вот. То ситуация будет гораздо лучше, гораздо продуктивнее. К беременности моей полное равнодушие, как будто я каждый год рожаю. Ну, опять же, вопрос, а должно быть по-другому вы считаете? В какой стадии? Я бы даже сказал, что эта тема у нас под запретом, но потому что мама считает, что вы реализуетесь, что вы идёте вперёд, вверх, а она идёт только вниз. Вот. Её не интересует результат анализа, почему я пью все или иные таблетки, почему меня направили к врачу. Опять же, а должно. Вы, вы считаете, что должно, это выбор мамы. Она понимает, что, она, вы-то уже самостоятельный человек, Вы-то уже как бы сами себя там обслуживаете, вы сами для себя всё делаете, вы сами себе хозяйка, да, вы сами определяете там, как вам жить, что делать, да, вот. То есть это всё вы делаете сами. И почему мама ваша, да, должна в этом участвовать, вот. Ну, вот, по вашему, по вашему мнению, вот. Я полагаю, что это, ну, довольно такой справедливый, на мой взгляд, вопрос, да, который вам, вам нужно, нужно задать обязательно. Дальше идём. Такое ощущение, что беременности мои рады только я и муж. И это, в общем и целом, я бы сказал, что хорошо. Я бы сказал, что это здорово и прекрасно, что ваши беременности рады вы и муж. Потому что, ну, было бы гораздо хуже, если бы никто не был рад беременности, вот. А так хоть, вы, вы рады ему. А вам, вам хочется, чтобы ещё и, вот, собственно, мама радовала. Ну, а если она не может это делать, как тогда быть? Дальше. Так. Муж спрашивает, какая-то умелочь, а больше волнуется, но она просто стала ещё около дней равнодушной, а при том, что просила внуков. Ну, внуков она могла просить по разным причинам, да, то есть, нужно понимать правильно, что внуков ваша мама хочет или хотела, значит, внуковая, значит, с сегодняшних причин, да, но она могла не знать, как, вот, она на это отреагировала, вот. И поэтому по итогу, по итогу получилось то, что получилось. Ну, опять же, опять же, вы поймите, что это всё, это, по факту, да, это всё ваши, вот, ну, это ваши ожидания. Это вот то, чего вы хотите сами. То есть, это вам, это вам нужно, чтобы мама родила, вот, это ваше желание, короче говоря. И именно потому, что это ваше желание, его нужно и следовать. Иначе вам оно, ну, это ваше желание, покоя, скорее всего, ну, не даст. То есть, вы так и так будете переживать по этому поводу. Дальше идём. Опять же, сравнивать свою маму, да, и мужа, да, это тоже в высшей степени странно, потому что, ну, абсолютно несовместимые вещи. Мама – это мама, она реагирует по-своему, муж реагирует по-своему. Вот. Муж чувствует себя в своей тарелке. Муж чувствует, что, в общем, всё хорошо. Вот. Муж чувствует, что всё здорово. Муж чувствует, что вот всё, что происходит – это то, чего он хотел, то, что, в общем и целом, ему нужно. Вот. Это муж чувствует. А мама, она чувствует, что всё это мимо неё, вот, может быть, по той причине, что вы ребёнка, там, например, ну, опять же, по её мнению, да, вы ребёнка заберёте, когда, например, уедете обратно в свою страну. Вот. Я, конечно, не знаю, обсудали это или нет, но, тем не менее, вот. Вот. То есть, как вы видите, нюансов очень много. Очень много нюансов. Вот. И я полагаю, что вот за требованиями, которые, ну, вот, которые у вас есть, да, вы забываете о том, что чувствует мама, о чём она думает, что её беспокоит. Вот. И так далее. Дальше. Значит, так. Раза два, три в неделю приходит домой выпившая. Это стремление убежать о разведственности, это деструктивный сценарий. Вы можете почитать об этом, значит, в описании игры «Алкоголик». То есть, не нужно думать, что ваша мама алкоголик, да, я ни в коем случае не хочу этого сказать. Вот. Но, но, просто игру, вот, саму игру почитайте, вам станет понятней, о чём идёт речь и что происходит. Вот. Я думаю, так. Дальше идём. Дальше идём. Дальше идём. Значит. С чем может быть связано такое поведение мамы? Вот, сам, всеми обстоятельствами, которые я описал. Мужа зовёт обратно домой, я хочу рачать в России и в то же время жить с мамой, как чужие люди, в одной комнате очень тяжело. Ну, смотрите, я бы здесь поисследовал ваше желание рачать именно в России, чем оно обусловлено, чем связано, да, то есть, не знаю, может быть, страна, в которой вы живёте гораздо хуже России по обслуживанию, ну, по медицинскому обслуживанию. Я, конечно, этого не знаю, может быть, у вас есть какие-то свои аргументы, вот, но я полагаю, что это нужно исследовать и, самое главное, принять личную ответственность за то, что вы хотите, то есть то, что вы хотите жить в России, ой, не жить, а рожать в России, рожать в России. Это ваша личная ответственность, мама вам за это ничего не должна. Если вам тяжело жить с мамой в одной, значит, квартире, то, опять же, тяжело вам, тяжело вам, это ваша реакция. И нужно исследовать, почему именно вам тяжело. То есть, вы чего-то хотите, вы чего-то ожидаете, вы на что-то рассчитываете, да, может быть, такое, такое что-то происходит, вот. И если, коли так, коли дела обстоят так, то тут нужно, нужно здесь смотреть. Либо вы даете себе такую установку, что мои желания, это только мои желания, мои проблемы, например. Это только мои проблемы, мои переживания, это мои переживания, и, соответственно, с ними я разберусь, например, сама. Либо вы уезжаете обратно в страну, где вы жили с мужем, потому что для ребенка вашего чрезвычайно негативно находиться в такой стрессовой ситуации. В целом, я полагаю, что у вас, ну, знаете, вот по отношению к маме, да, очень детское поведение. Детское немного наивное. Вот я бы от этого все-таки немножко избавлялся бы, да. То есть, я бы здесь больше взрослых добавил. Больше отношения к маме именно как к человеку, как к личности, со своими проблемами, со своими переживаниями, со своими кризисами какими-то и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok